Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер! Сегодня мы будем распаковывать бумажные сюрпризы. Давайте посмотрим, какие коллекции у нас сейчас есть. Первая коллекция это коллекция с соками. Вот такие вот у нас пакетики. Разненькие все. В честь новой коллекции давайте выберем три пакетика. Раз, два и вот такие. Три. Дальше у нас есть коллекция RGD. Вот такие вот пакетики с разным оформлением. Давайте выберем сегодня два пакетика. Далее у нас есть коллекция мини-ленда. У нас их очень-очень много, этих пакетиков. Давайте выберем аж четыре пакетика. Раз, два, три и отсюда хочу четыре. Остальные откроем потом. Коллекция с киндер сюрпризами. Их тоже очень много. Вот такие вот яйца. Откроем три пакетика. Коллекция с морским боем. У нас есть корабли. Нам они оба пригодятся. Нам нужно выбрать два пакетика с пиратами, которые будут играть в морской бой. Выберем вот эти. И бомбочки, куда они будут стрелять. Выберем три пакетика. Четыре. Два. Три. Четыре пакетика. И коллекция Стражи Арктики. Скоро выйдет этот новый мультик в кинотеатрах. Поэтому я сделала коллекцию. И хочу открыть сегодня два пакетика. Один вот сюда. И один вот здесь. Поехали распаковывать. А вот и наш каталог. Я оформила вот так вот тетрадочку. Здесь у нас такое облачко. Написано каталог. И вот такие вот божьи коровки. На обложке с внутренней стороны у нас есть вот такой вот конвертик для повторочек. Вот так вот он открывается. Сюда будем складывать повторные наклеечки. Далее у нас есть первая коллекция РЖД. Давайте откроем ее. Ага, я уже вижу, что это номер два. Давайте посмотрим, что же нам попалось. Вот такая вот милая совушка нам попалась. Давайте приклеим ее на место. Совушка уже едет в вагоне. Давайте посмотрим, кто же нам еще попался в этой коллекции сегодня. И это вот такая вот милая собачка. Смотрите, какая она красивая. Где же ее место? Под номером 9. Вот здесь. Интересно, кто же будет ехать с собачкой? Узнаем об этом в следующих видео. Давайте посадим собачку на место. Пусть поедет отдыхать на морях. Далее у нас идет коллекция Морской бой. Для морского боя у нас подготовлены вот столько пакетиков. И для начала мы выберем, кто же у нас будет играть. За первую сторону будет играть. Вот такой пират. Давайте приклеим его нам в его место. И выберем, какими же корабликами он будет играть. Ага, он играет оранжевыми корабликами. Больше корабликов нет. У нас есть один трехпалубный корабль. Два двухпалубных кораблика. И три вот таких вот малютки однопалубных корабля. Сейчас я их расставлю и вернусь к вам. Вот так я расставила корабли. В этот морской бой не обязательно расставлять их далеко друг от друга. Они могут соприкасаться и уголками, и рядышком даже быть. Потому что они будут стрелять абсолютно в рандомном порядке. Давайте же посмотрим, кто у этого игрока будет противником. Где наш пакетик с пиратом? И против него играет пират. Такой вот маленького роста. С крюком и без глаза. Зато с каким длинным мечом. Давайте приклеим его на его место. И какими же кораблями будет играть он? У нас получается точно такие же кораблики, только с зеленым уже флагом. Их столько же. Один трехпалубник. Три однопалубника. Три же? Да, вот третий потеряла. И два двухпалубника. Давайте я их расставлю и к вам вернусь. Вот теперь все готово. Второй пират решил расставить кораблики вот так. Немножко криво у него лег трехпалубник. Но ничего страшного. А теперь начинаем игру. Берем один пакетик. И что же нам в нем попадется? А вы уже догадываетесь, как они будут играть в морской бой? Ага, что же у нас есть в пакетике? Давайте посмотрим. Вот как они будут играть. У нас есть две бумажки с координатами, куда они будут выстреливать. И вот такие вот две наклеечки, чтобы отметить их выстрел. Так. Зеленая команда у нас стреляет. В1. Давайте посмотрим, попал он. Нет, здесь пустая клеточка. Давайте ее отметим. В этот раз мы не попали. Но ничего, у нас еще вот три пакетика с выстрелами. Может еще и попадем. Первый пират у нас стреляет. Г2. И да, я уже вижу, он попал в трехпалубный корабль. И он его ранил. Давайте отметим его выстрел. Тыдыщ! Вот так вот он попал в кораблик. Откроем следующий пакетик. И второй пират стреляет. Б5. Оставим пока остальные сюрпризики здесь. Б5. И он попадает в двухпалубный корабль. Ранил! Так, теперь стреляет второй пират. Вот его наклеечка. И он стреляет. А2! И он опять попадает. Он попал теперь в двухпалубный корабль. Давайте отметим его выстрел. Бабах! Вот как здорово! Открываем третий пакетик. Интересно, кто же из них победит. Но мы об этом узнаем, я так понимаю, не сегодня. Сегодня они не успеют сделать все выстрелы. И этот пират у нас стреляет. Г4. И он не попадает. На букве Г у него вообще нет никаких корабликов. Давайте же посмотрим, куда стреляет наш первый пират. Вот его наклеечка. И стреляет он. Б1. И он не попадает в кораблик. Здесь пустое место. Давайте посмотрим, что у нас в четвертом пакетике. Может быть, хотя бы один корабль они сегодня уже утопят. Так, кто же у нас стреляет первый? Сейчас первый стреляет вот этот персонаж. И он стреляет в Б3. Б3 тоже пустое место. И он сегодня не утопил ни одного кораблика. Зато он подбил два корабля. Один двухпалубный и один трехпалубный. Посмотрим, что же будет дальше. И второй пират у нас стреляет в Б3. И не попадает. Давайте отметим его выстрел. Вот так сегодня у нас прошел морской бой. Зеленая команда подбила всего лишь один двухпалубный корабль. Оранжевая команда подбила аж два корабля. Один двухпалубный и один трехпалубный. Понравилась ли вам идея с такой игрой? Пишите в комментариях. А мы двигаемся дальше. И следующая коллекция у нас... Мини-ленда. Смотрите, сколько много у нас сюрпризиков. И вы видели, сколько у меня было много пакетиков. Давайте же откроем. Мы открываем сегодня аж четыре пакетика, да? Ну, четыре, так четыре. Что же у нас здесь попадется? Я уже вижу, что это памперсы. Памперсы у нас имеют номер 38. Давайте приклеим их на место. Так, 38 у нас вот здесь. Вот в самом низу странички. Вот так. Давайте откроем второй конвертик. Так, что уже у нас здесь? Здесь у нас вот такой вот плавленый сыр от Хохланд. Номер у него, забыла посмотреть. Номер у него, сейчас посмотрю. Номер 10. Так, номер 10 у нас вот здесь. Вот так вот. И приклеиваем на место. Давайте откроем третий пакетик. Так. У нас попался вот такой вот порошочек Ариэль. Его номер 21. Вот его место. И открываем четвертый пакетик. Как вы думаете, с какой страницы нам попадется сюрпризик? Открываем. И смотрим. И нам попался вот такой вот сок-фруктовый сад. Как вы думаете, с какой он странички? Номер у него 2. Значит, он с этой странички. И нам попалось 2 сюрприза с этой страницы. И 2 сюрприза с этой страницы. Давайте приклеим его на место. Вот так, сколько много сюрпризов нас еще ждет впереди. Но это будет позже. А мы переходим к следующей коллекции. И следующая коллекция у нас называется сок. И мы взяли сегодня аж 3 пакетика из этой коллекции. Давайте их открывать. Здесь их расставлять мы будем просто по порядку. И нам попался сок родной. Дальше нам попадается... Интересно, попадется виноградный сок? Нет, нам попался не виноградный сок, а вот такой вот мультифрукт от J7. Давайте поместим его в наш холодильник. И третий пакетик. Как вы думаете, какой сок нам попадется? И нам попадается фруктовый сад. Со вкусом персика. Первая полочка у нас уже почти заполнена. Как вы думаете, какие соки нам будут еще попадаться в следующих коллекциях? Ну а мы переходим к следующей коллекции. И следующая коллекция у нас... Киндер сюрприз! И в этой коллекции у нас есть аж три коллекции от Киндера. Раз, два и три. И мне очень интересно, какая же коллекция у нас соберется первой. Давайте посмотрим, что нам попало сегодня. Я не оставила места, чтобы открывать их спокойно, поэтому отрежем немножко ножничками. и посмотрим, что же нам попалось. И первый наш сюрпризик из коллекции... Миньоны! В этой коллекции у нас нет нумераций, поэтому ищем по форме. Мне кажется, подойдет вот это. Давайте его сюда приклеим. И приклеиваем. Отлично! Тоже нам попадется еще сегодня. Аккуратненько отрезаем. Ребята, извините, это первое видео мое такого формата, и у меня прервалась запись. И мы уже пооткрывали сюрпризики от Киндера. Нам попалась вот такая вот принцесса Рапунси. Вот такой вот бегемотик-плавец. Я так понимаю. И вот такой вот миньон-попрыгун. И следующую коллекцию мы уже тоже открыли. Это у нас Стражи Арктики. Этот мультик скоро выйдет в кинотеатрах. И нам попался вот такой вот морж с шестью птичками. И вот такая вот лисичка. Один из главных персонажей. Простите меня, пожалуйста. Надеюсь, такого больше не повторится. Буду стараться смотреть чаще за камерой. Ну, а сегодня у нас все. Конвертик с повторочками у нас сегодня пустой. Нам не попалась ни одна повторочка. Понравилось ли вам видео такого формата? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Теперь такие распаковочки будут проходить очень часто. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok